Только от жизни собачьей. Так объясняет агрессивное поведение животных детская песня. Речь прежде всего идет о безнадзорных собаках, а также о безответственных владельцах, которые своим неравнодушием обрекают четвероногих на собачью жизнь. В Югре заработали новые правила обращения с животными, но их хозяева не спешат следовать букве закона. В Нижневартовске общественники пытаются понять, как сделать совместную жизнь собаки и человека счастливой. Собака-спутник человека с незапамятных времен. Помощник, защитник, друг. Но сегодня почему-то друзья становятся бывшими. Прирученные животные все чаще оказываются на улице. Не друзья, а соседи. Иногда они совсем приятные. Все зависит от того, в каком состоянии эмоциональном находится собака. Если она голодная, то она также может подойти к человеку с просьбой ее накормить, но при этом не проявлять агрессии. В то же время, если это, например, мама с щенками, то, конечно, она будет защищать свое потомство, свою территорию. Для того, чтобы обезопасить людей, принимаются решения на законодательном уровне. Например, такое о том, что собакам нельзя собираться у мест скопления пищевых отходов. Или же греться у теплотрасс. Так же, как и люди, собаки ищут там, где им попроще. Или бегать по лесу за зайцем, который тоже будет бороться за свою жизнь. Или пойти на мусорку, где люди благополучно устроили шведский стол для собак. И там полакомиться различными отходами. Специалисты считают, что агрессивными собак делают не характер, а условия их проживания. Чтобы решить проблему, надо принимать комплексные меры, которые защитят и людей, и животных, считают общественники. В любом случае, пока мы не достучимся до человека, владельца животного, чтобы человек вовремя стерилизовал животного, не допускал свободного выгула своего питомца, ни о каком сокращении численности бездомных животных речи быть не может. Чтобы волки были сыты и овцы целы. Что нужно сделать для того, чтобы не страдали люди и не страдали животные? Более подробно об этом в нашем материале, в программе «Больше чем новости» уже в эту субботу. Михаил Светышев, Сергей Зайкин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.